Первая игра после реконструкции. На главной и самой вместительной арене страны, московских Лужниках, матче-открытие сыграл сам Лионель Месси. А сборная России проиграла Аргентине. И вариантов взять реванш на групповой стадии чемпионата мира не будет, так как обе национальные команды при жеребьевке 1 декабря должны оказаться в одной корзине. Всем привет, друзья! В эфире программа «Даешь Мондиаль» 2018. И мы начинаем. Итак, московский стадион Лужники многим понравился, а также запомнились некоторые моменты в игре подопечных Черчесова. Но после матча не все любители футбола смогли покинуть арену быстро. Вашему вниманию предлагаем ряд мнений известных личностей в связи с последними событиями. Стадион фантастический. Он уверенно вынес проверку матчам столь высокого уровня. Хороший поединок для тренинга и спарринга. Аргентина, конечно, команда другого уровня. Российские футболисты немного робко играли в первом тайме. Команда действовала дисциплинированно, но допустила одну ошибку и пропустила гол. Стадион Лужники прекрасен. Очень современная арена. Очень хорошо организован матч. Сборная России – прекрасная команда. Видно, что они подготовились к этой встрече, но мы знали, что будет нелегко и тоже ответственно подошли к игре. На арене все нормально, указатели на месте. Я быстро нашел свой сектор. Повторю, бывал на футболе много-много раз. Я знаю, что такое, когда выходит нижний ярус, потом четные или нечетные верхнего. Но сейчас 21 век. Не при совке живем, а в субботу был совок. Но какие разговоры о давках. Просто нужно грамотно распределить потоки. К тому же там появилась новая станция Московского Центрального Кольца. То есть сейчас больше возможностей уехать из Лужников. И я расстроен, что блин получился комом. И если мы люди умные, а это безусловно, так-то сделаем выводы. И на чемпионате мира все будет по-другому. Орг к комитету проводит чемпионат мира. Мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьезный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи. Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях. Да, в этот раз пока организацией занимались сами Лужники. Но давайте помнить, что это фактически новый стадион. Тут новая команда, новая логистика, новые стюарды. Мы все вместе готовимся к предстоящему чемпионату мира. Сделаем все необходимое, чтобы посещение матчей было максимально комфортным для всех. Напомним, что в марте товарищеская встреча России со сборной Бразилии также пройдет в Лужниках. А начиная с 2019 года на главном стадионе будут проводиться финалы Кубка России. Летом Лужники примут 7 игр чемпионата мира по футболу, включая матч-открытие, полуфинал и финал. Первый этап оформления Ростова-на-Дону к Мундиалю нужно завершить до конца 2017-го. Такое поручение озвучил Василий Голубев на заседании Оргкомитета чемпионата мира. А разбиралась Юлия Сурикова. В этот раз обсуждали только проблемные вопросы. Среди них отставание на два месяца от сроков сдачи двух тренировочных площадок. В Ростове это спорткомплекс «СКА» и стадион имени Лакомова в Азове. На последнем после смены подрядчика в сентябре работы ускорились. Засеян газон, ремонтируются беговые дорожки, пропускные пункты и административно-бытовые здания. Подтягивается и армейский стадион. Газон засеян 17 октября. Смонтированы системы полива и подогрева поля. Мачты и освещения подготовлены под покраску. Световое оборудование закуплено. Фундаменты под административно-бытовой корпус, где будут размещаться раздевалки и помещения для общения со СМИ. Всего на Дону 5 тренировочных полей и они должны быть полностью готовы к 15 марта 2018-го. Такой срок поставила Москва, но основные работы необходимо завершить до конца года. А эту задачу поставил губернатор. По гостиницам глава региона анонсировал отдельное заседание до конца месяца. А на 18 ноября запланировано заключительное выездное совещание в новом аэропорту с министром транспорта России. Параллельно с этим у нас состоится прием в эксплуатацию, сдача нескольких объектов дорожной инфраструктуры. 18-го мы сдадим южный подъезд к городу Ростову. И в этот день мы запустим там движение. Затем осмотрим и практически примем в эксплуатацию подъезды к аэропорту Платов. А еще регион наберет дополнительных волонтеров. Воркомитете подсчитали, что запланированных 1400 будет недостаточно. Нужны еще 400. Они будут помогать как переводчики и медики на стадионе в медучреждениях и отделениях полиции. Кстати, в нашем регионе установят баннеры, посвященные чемпионату мира на протяжении всей трассы М4 Дон в границах Донского региона. А все работы на этой дороге нужно завершить до июня 2018 года. Это необходимо для беспрепятственного движения транспорта во время соревнований. Также появились сведения, что будет потрачено 5 миллиардов рублей на строительство на М4 Дон обхода города Оксая. Уже объявлены торги на подготовку территории. Движения по театральной площади Ростова перекроют на месяц во время Мундиаля. В центре города появится экологически чистая зона. Троллейбусы с улиц не исчезнут, а трамваи останутся только новые. О перспективах городского транспорта рассказали в пресс-центре Дон Медиа. Внимательно вникала в процесс Елена Оребжанова. К 1 января в Ростове полностью обновится трамвайный парк. В прошлом году купили 16 современных низкопольных вагонов. В этом планируют еще 14. Все они комфортные, с кондиционерами. За последние два года произошло беспрецедентное обновление подвижного состава. Чего не было там последние 20-25 лет. Просто если в цифрах брать за эти два года, ну это порядка. И то, что предстоит нам закупить до 1 апреля 2018 года, это порядка 3 миллиардов рублей. Не уйдут на покое троллейбусы. На следующий год запланировано развитие линий на Каменке и по улице Малиновского. Сотню новых больших автобусов планируется закупить в этом году. Их тоже обещают с кондиционерами. Благодаря безвредному транспорту к началу Мундиаля в центре города оформится экологически чистая зона. Начиная от улицы Станиславского, где у нас функционирует транспорт, да, трамвай. Дальше улица Большая Садовая, куда мы планируем поставить состав, работающий на газомоторном топливе, то есть с нулевыми выбросами. И дальше улица Красноармейская. На маршрутах Красноармейской маршрутные такси будут максимально менять на новые автобусы большой вместимости. На время чемпионата мира движение пойдет по новой маршрутной сети. Контролировать и регулировать ее будут городской центр управления пассажирскими перевозками. Там придумают, как быстрее и удобнее перемещать гостей чемпионата мира по футболу. А большую фан-зону на театральной площади закроют для движения на месяц. Не надо забывать, опять же, что маршрутная сеть городская, хотя бы даже в силу закрытия театральной площади и прилегающих территорий Венимача, улицы Левобережной и так далее, и так далее, на которой находится стадион, она тоже претерпит изменения. И там тоже нужно будет очень активно вести информационное сопровождение и взаимодействие с перевозчиками, чтобы там не было никаких затруднений. В городе обустроят посадочные площадки такси. Сделают пять перехватывающих парковок на четыре с половиной тысячи мест. А сейчас самое время поздравить еще пять сборных, которые пробились на наш чемпионат и могут оказаться в ближайшем летом на Ростов-Арене. Вот эти счастливчики. Сборная Туниса. Эта команда по итогам африканской квалификации заняла первое место в группе «Эй». В заключительном матче она сыграла в ничью с Ливией 0-0, которая полностью устроила тунисцев. Набрав 14 очков, они завоевали путевку в Россию. Сборная Марокко, которую в поединке с Кот Девуаром, также устраивала ничья. А вот слонам необходима была только победа перед очной встречей. Марокканцы лидировали в группе «Би», но опережали и вуарийцев лишь на одно очко. Тем не менее, они сохранили лидерство, одержав победу со счетом 2-0 и также вышли на чемпионат мира. Собственно, все участники мирового первенства от африканской зоны уже известны. Хотя еще не все матчи и квалификации сыграны, во всех остальных группах лидеры определились. И они не потеряют первое место ни при каких раскладах. Также в Россию приедет сборная «Сенегала», несмотря на то, что ей еще предстоит провести переигровку встречи с ЮАР. Команда, которая попала на чемпионат мира, она достойна на победу и тем более достойна на участие. Многие команды из лидеров не попали и так всегда бывает. Потому что чемпионат мира, он чем силен и чем он интересен, что туда еще нужно попасть. А, конечно, везет сильнейшим и все мы будем наблюдать, кому повезет. Потому что все команды готовы практически одинаково. Но от тактики, от того, как они подойдут к самому чемпионату мира, будет зависеть результат. Конечно, можно порадоваться и победе хорватов, которые уже в первом стыковом матче, наверное, не оставили шансов грекам, обыграв их 4-1. На эту сборную будет явно интересно смотреть в России. А вот швейцарцы в двух матчах против Северной Ирландии забили всего однажды. Но при этом не пропустили и также уже будут искать себе базу для проживания в нашей стране. На ваших экранах сейчас все 28 команд, которые на 13 ноября оформили путевки на Мундиаль. Конечно, в этом списке не хватает итальянцев, которым предстоит ответное сражение после поражения в Швеции. А также ждем счастливчиков противостояний Дания-Ирландия, Перу-Новая Зеландия и Гондурас-Австралия. Что же, не забывайте, друзья, что день сегодняшний – это праздник. Станет ли он таковым для четырехкратных чемпионов мира итальянцев во главе с Джан-Луиджи Буфоном, для которого российский Мундиаль может быть последним и шестым в невероятной карьере, скоро узнаем. А пока прощаемся с вами. Будьте здоровы! Продолжение следует... Продолжение следует...